Я так понимаю, вам есть чем ответить, нашей якутской соотечественнице? Насколько нам известно, что вы теперь еще занимаетесь врачеванием, что вы голосом... Необычный голос Витуса занимаетесь. Да, и в Китае, и в Германии у вас уже есть пациенты. Я так понимаю, что вас теперь уже подкарауливает Кашпировский и Чумак? Ревнуть! Давайте посмотрим. Расскажите, что происходит, как это происходит? Вы знаете, однажды я увидел на своем концерте, что люди приходят на мои концерты, ставят банки с водой, заряжают их моим голосом. И вы знаете, я на сегодняшний день счастлив и рад, что я могу помогать, вернее, радовать своих зрителей не только творчеством, песнями, ну, в принципе, то, чем я занимаюсь, но и помогать избавиться от каких-то физических и моральных проблем. Таким образом, я заряжаю воду. Голосом. Голосом, да. Как известно, все в нашем мире вибрирует. Это определенная вибрация моего голоса, которая воздействует на воду, и впоследствии, если человек ее выпивает, он чувствует изменения в физическом и моральном состоянии. Ну, как вы уже догадались, мы подготовились себе специально, чтобы потом подлечиться. Ну, нам захотелось проверить, конечно. И мне подлечиться. То есть это от каких-то конкретных болезней или это общий тонус повышается? Это, безусловно, общий тонус, в первую очередь. Ну, и, конечно же, если есть какие-то депрессивные состояния, либо какие-то угнетенные состояния. Маша хочет сказать, что это мой случай, но это не правда. Я думаю, что нам всем полезно выпить эту воду. Нет, ну нам, по крайней мере, всем полезно посмотреть. Друзья, мы сейчас будем смотреть первыми испытуемыми. Слушайте, а если сейчас телезрители наберут по старинке воду, подействуют? Не надо сравнений, прошу вас, пожалуйста. Хорошо, я конкретно формулирую вопрос. Если телезрители сейчас вот за 30 секунд успеют набрать во что-то в воду и поставить перед экраном, это сработает? Да, зарядка, да? Если громче сделаю телевизор, и мои вибрации будут очень хорошо слышны, 15 секунд у вас осталось так, то они почувствуют себя гораздо лучше. Слушайте, я так понимаю, что потом вы нам расскажете о том, что по этому поводу думают ученые. Но сначала давайте посмотрим, как это все происходит. Все, надеюсь, телезрители подготовились. Итак, извините, можно два стакана. Для меня и для Марии, или ты не будешь? Я от себя один хотел. Я от себя. Мы на двоих тогда. Окей. Вы как будто чокаться собираетесь. Так сейчас волосы, расческа нужна будет. Хочу предупредить вас сразу, что вода может сейчас поменять вкус. Ну, Алексей, сможет продолжить работу? Вам хватит. Важно до конца или не важно до конца или не до конца? Без разницы, как удобно. Слушайте, ну давайте пока мы сейчас посмотрим, что будет с Алексеем. А нашим телезрителям предлагаем посмотреть не без интересных. Я надеюсь, что чудесные свойства и таланты нашего гостя помогут в решении и этой проблемы. Но все-таки тебе хочется узнать, как состояние Алексея. И на самом деле, что происходит с водой, когда вы на нее воздействуете? Химический состав изменяется или что? Изменяется структура воды, изменяется кристалл. Он был, допустим, до воздействия моего голоса определенной структуры. После воздействия моего голоса он поменял структуру. А как это ученые все это зафиксировали? Вы проводили какие-то исследования в лаборатории? Знаете, если поговорить о технологии, это полтора года назад представители немецкой клиники обратились ко мне с просьбой предоставить им треки и голос Виттса для того, чтобы использовать в медицинских целях. Так вот, полтора года шла сертификация, проверка качества, технологические процессы. Представляете, что такое в Европе зарегистрировать новый метод лечения? Это очень сложная, длительная процедура. И эксперименты, и мы ездили, и Виттас туда ездил в лабораторию. Это была исследовательская работа, после чего было сделано заключение. Будем давать в таблетках теперь музыку. В таблетках это как? Я условно говорю, на самом деле это жидкие таблетки. Скажите, пожалуйста, для вас, как для человека, для которого это все-таки часть бизнеса, получается, хорошо, когда была проблема, что ты вроде как-то на это закрыл глаза борьбы с пиратскими дисками. Но теперь же любой может взять кассету, диск, сделать громкость получше. Поставить водички. Неужели вы думаете, что мы имеем отношение, и для нас это бизнес? Но на самом деле, если у артиста есть возможность помочь людям, помочь человеку, своим творчеством, ну вы что, неужели вы считаете... Это такая в рамках миротворческой деятельности. Мне даже стыдно стало. Я бы себя по рукам бы ударил, если бы, что вы говорите такое. Если к динамику поставить с диском, с вашим, будет заряжаться вода. Ну все, мы продолжаем эксперименты, наблюдаем за Алексеем, а пока посмотрим рекламу на это. Витас, скажите, пожалуйста, а вот если кто-то сейчас по глоточку вашу воду заряженную пил, ее сколько хранить можно? Просто с вами. Воду заряженную сколько можно хранить? Нет срока ограничения. Так, уважаемые зрители, вы поняли. Ее желательно сразу выпить, чтобы она сразу, мгновенно подействовала. Короче говоря, кактусы разворачиваются в сторону голоса Витаса, когда он заряжает воду, когда его голос заряжает воду. Большое еще раз вам спасибо. Спасибо. Что ж, мы благодарим и Витаса, и Сергея, продюсера, этого певца замечательного, и актера, и миротворца, и лекаря, поневоле или специально, я же не знаю. Большое вам спасибо, у вас есть возможность попрощаться с нашими телезрителями, потому что мы сейчас переключаемся на выпуск новостей и обзор чрезвычайных происшествий. Скажите несколько слов, пожалуйста, чтобы день прошел бодро и весело. Счастья, любви и всего самого-самого доброго вам, мои дорогие. Спасибо. Спасибо.